Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю невероятно вкусный, фантастический сахарный пирог, просто тающий во рту. Вы подумали, так много эпитетов? Но поверьте, этот пирог это заслужил. Он невероятно вкусный. Список ингредиентов на экране, а также вы найдете в описании под видео. Ну а теперь давайте приступим! 100 мл теплого молока соединяю с 1 столовой ложкой сахара и 2 чайными ложками сухих активных дрожжей. Все перемешиваю и оставлю дрожжи активироваться при комнатной температуре примерно на 10-15 минут. Вместо сухих дрожжей также можно взять и прессованные. Точное количество укажу в описании под видео. Мои дрожжи активировались, хорошо поднялись шапочкой, пора готовить тесто. Для теста в миску кладу 2 яйца комнатной температуры, пол чайной ложки соли, чайную ложку ванильного экстракта и 100 г растопленного теплого, не горячего сливочного масла. Все перемешиваю венчиком буквально где-то 1 минуту, чтобы ингредиенты соединились. Далее добавляю дрожжевую смесь и все еще раз перемешаю. Пусть вас не удивляет, что для этого количества ингредиентов используется целых 2 чайных ложки сухих активных дрожжей. Все дело в том, что в этом рецепте достаточно много, как для такого количества ингредиентов, масла и тесту нужна сила, чтобы подняться. Просеиваю в миску 250 г муки общего назначения или можно взять высшего сорта. И все перемешаю с помощью спатулы или можно взять ложку. В миксере нет необходимости. Все делается максимально просто и даже руки использовать не нужно. Если, конечно, вам очень хочется помесить тесто, вы можете это сделать, но имейте в виду, что тесто жидковатое, оно таким именно и должно быть, поэтому оно будет очень липнуть к рукам. Я все перемешиваю с помощью спатулы и немножечко вот так вот как бы растираю, чтобы не было мучных комков в тесте, чтобы тесто получилось более-менее однородным. Примерно вот таким. Миску с тестом необходимо накрыть кухонным полотенцем или пищевой пленкой и оставить для расстойки в теплом месте на 1 час. Для этого пирога мне понадобится форма. Я буду использовать разъемную форму диаметром 23 см. Можно брать от 22 до 24 см. Дно формы накрываю пергаментной бумагой и бока сбрызгиваю растительным маслом или можно смазать сливочным маслом. Прошел 1 час, мое тесто хорошо поднялось, снимаю пищевую пленку и теперь тесто необходимо переместить в форму, которую я приготовила. Делаю это с помощью ложки и затем тесто необходимо хорошо разровнять. Разровнять тесто можно с помощью спатулы, лопатки, но гораздо удобнее просто смазать руки сливочным маслом, либо растительным маслом и сделать это пальцами. Гораздо быстрее и эффективнее. Не обязательно для этого пирога использовать пергаментную бумагу, но с ней потом гораздо легче, особенно если есть вот такие вот ушки, переносить готовый пирог, остывать на решетку или на тарелку. Форму необходимо накрыть пищевой пленкой или кухонным полотенцем, или в моем случае это шапочка для душа специально, для пирогов очень удобно и оставляю в теплом месте на 30 минут. А тем временем твердое замороженное сливочное масло нарезаю кусочками, у меня 50 грамм сливочного масла и 150 грамм сахара. Делаю это в несколько этапов, все время перемешиваю вилочкой. Можно также взять мягкое сливочное масло, но мне нравится именно так. Прошло 30 минут, еще раз перемешаю мою крошку и можно заниматься тестом. Вот так вот выглядит тесто через 30 минут, оно еще раз поднялось и теперь с помощью пальца, можно палец немножко смазать сливочным маслом или лучше даже растительным, делаю вот такие вот дырочки. Для чего они делаются? Для того, чтобы масло, а последствия и сливки хорошо проникали внутрь пирога. И все сверху засыпаю крошкой и равномерно ее распределю. Духовка у меня уже нагрелась до температуры 180 градусов Цельсия, отправляю пирог выпекаться на 30 минут. А тем временем 200 мл сливок комнатной температуры соединяю с 1 чайной ложкой ванильного экстракта. И все перемешиваю. Этой смесью буду заливать пирог через 30 минут. Прошло 30 минут и посмотрите, друзья, как выглядит мой пирог. Теперь сверху наливаю сливочную смесь. Вот так вот по кругу, чтобы было более-менее равномерно. Я не знаю, как вам, но для меня этот пирог уже выглядит очень вкусно и пахнет просто невероятно ароматно. И теперь пирог необходимо отправить в духовку еще на 10 минут при температуре 180 градусов. Мой пирог готов. Посмотрите, друзья, как он выглядит. Замечательный! Вы даже не представляете, насколько он ароматный и какая шикарная корочка сверху. На всякий случай пройдусь ножом, а затем открою замочек формы и сниму форму. Делайте это аккуратно, потому что пирог очень-очень нежный. И затем пирог необходимо отправить остывать, либо на решетку, либо на досточку, как у меня. И, конечно же, уберите пергаментную бумагу. Этот пирог очень вкусный в теплом виде. Я его нарезаю именно теплым. Если у вас, конечно, есть терпение его остудить, тогда кушайте его уже охлажденным. Но нам очень нравится именно в теплом. Посмотрите, друзья, какая красота! Вы даже не представляете, насколько он вкусный. Я думаю, по ингредиентам вы уже сами догадались, что это просто... Ну, язык можно проглотить. Очень-очень вкусные сливки. Перевращаются прям в какой-то нежный крем. Сверху сахарная корочка, хрустящая. Но это просто божественно. Попробуйте! Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких. До новых видео! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok